Добрый день! Добрый день – это проект «До и после». Мы делаем людей красивыми, счастливыми и уверенными в себе. Но не только. Иногда нашим мастерам удается разглядеть в человеке нечто, о чем, быть может, он и сам не догадывался. И тогда отчаянная экстремалка предстает в образе романтичной милой девушки. Студент-отличник примеряет на себя роль японского якудзы, а скромная домохозяйка на один вечер становится звездой светского раута. Будет ли сегодня именно такое преображение, мы узнаем в конце программы. Ну а прямо сейчас познакомимся с нашей героиней. Власова Юлия. Возраст 32 года. Размер одежды 44-46. Рост 164 см. Семья, муж и двое детей. Род деятельности – домохозяйка. За домашними делами и заботами совершенно не остается времени на себя. И я чувствую, что быт, он постепенно затягивает. Для меня проект «До и после» – это как глоток чистого, свежего воздуха. Возможность раскрыться, возможность найти в себе что-то новое. Возможность поверить в себя. Я хотела бы раскрыть себе что-то новое. А точнее женщину. Настоящую женщину. Ну и для начала, раз тема передачи у нас сегодня такая, я хотела бы узнать, кто, чем занимался в декретном отпуске и вообще какое у вас к нему отношение. В первом я вообще училась в институте. Во втором я через неделю вышла уже на работу, поэтому я сидела в обоих случаях, но отсела неделю. Обалдеть. Я могу только пожаловаться, у меня была катастрофическая нехватка денег, и мне срочно хотелось на работу. О, ну, девочки, в отличие от вас, я наслаждалась материнством. Я была просто самая счастливая женщина на свете. Я помню, мы приходили в поликлинику, когда я вот свой голубец разворачиваю, и мне кажется, играет музыка, светит солнце, розы растутся. Да-да-да-да. Ну, как я вижу, у всех все по-разному, да, но что касается нашей сегодняшней героини, мне кажется, что в роли Мадонны с младенцем на руках ей явно тесновато. Вот берите фотографии и сами делайте выводку. Ну да, судя по взгляду, бушует огромный вулкан страстей. Мне кажется, она явно претендует на руковой женщине. Ну да, это явно не милая, скромная незабудка. Хотя это может быть только фотография, возможно, в жизни совсем другая. Ну, конечно. Сгромная и застенчивая милашка. Не верю. Ну, хотя, знаете, мне кажется, любой женщине, да, в определенный период жизни хотелось бы побыть женщиной вам. Вот точно. Да, даже самая застенчивая и скромная. И почему бы нам не дать сегодня Юле такую возможность? Вопрос в другом. Пойдет ли нашей героине такой образ? И будет ли она себя в нем чувствовать органично? Девочки, интуиция мне подсказывает, что Юля останется довольна. И вообще у меня в голове уже крутятся образы, и мне просто не терпится приступить к работе. Так что нам мешает? Вперед! Вперед! Анна Самеева, стилист проекта. Юля, добрый день. Меня зовут Аня. И сегодня мы будем подбирать себе квартиру. Наступают такие иногда моменты, Юля, согласись со мной, когда хочется дать взрыв своим эмоциям и почувствовать себя роковой областительницей. И с ярким чувственным взглядом, какой у тебя прям горящий такой взгляд, на что мы все обратили внимание. И сегодня во всех трех образах мы попробуем нечто роковое, необычное и яркое. То, что было необычное для тебя. Юль, в первую очередь, это, конечно, подчеркнутая жизнь. Упор при любой одежде ты делаешь на талию. Далее. Облегание полное и плотное. Это могут быть и брюки, и лосини, да? Посмотри. И какие-то объемные, простые, энергоемкие цвета. Например, сочетание белого, красного, черного, да? И, возможно же, конечно, что-нибудь очень креативное. Это, может быть, короткая дубленка в комплект и очень модный объемный стул. Юля, стиль кэжу, он тоже может быть роковым. Самое главное, это очень могут быть яркие, узкие юбки. Например, либо цвет индига, либо, например, чуть потемнее, как здесь. Обратите внимание на длину юбки. Это предельное мини, но обязательно здесь декольте должно быть практически очень плотно закрыто. Вечернем наряде роковой областительницы. Это имитация стиля нюб. Это практически, обратите внимание, открытые руки, могут быть плечи, практически открытая спина. Ткани это могут быть кружева, легкие прозрачные накидки. И в довершении сказать, что тип твоей фигуры, Юля, это прямоугольник, а это типаж модели. Поэтому здесь может быть полное облегание, либо обострение на талии. Длину ты можешь выбрать самую практически минимальную при твоих стройных и длинных ногах, вот тип этой фигуры. И поэтому ты будешь смотреться именно на вечеринках, ну просто сногсшибательной, и действительно почувствуешь себя очень роковой красоткой. Стилист закончил свою работу. Юлию уже ожидают в салоне красоты. Юля, здравствуй. Очень хотела посмотреть на крайне настойчивую девушку, которая закидала просто нашу почту своими предложениями, письмами, и в итоге взяла нас напором. Смотрю на твою голову, вижу огромное желание перемен, не хочу тебя пугать, но я думаю, что ты будешь очень удивлена, когда увидишь себя в зеркалах. Закрывай глаза, мы начинаем. Работа парикмахера по созданию нового образа подходит к концу задней. Дело берется визажист. Наташа Попова, визажист проекта. В кабинете профессионального визажиста происходит настоящее преображение, но взяв на вооружение советы нашего эксперта, идеальный макияж можно сделать и самостоятельно. Наташа героиня рекомендует попробовать новинку. Румяна стик для лица. Крайне приятный функциональный формат в виде стиков со встроенной мягкой кистью для растушевки. Это компактно, гигиенично и стильно. Гамма нежных и изысканных оттенков – это три тонна румян, один сияющий оттенок хайлайтера и два тона скульпторов. Для яркого и манящего блеска губ рекомендуем роскошную помаду с специальным полимером, который обеспечит необыкновенную стойкость покрытия. А входящие в состав помады масла розмарина и олива питают, смягчают кожу губ, разглаживают и устраняют шелушения. Чтобы снять макияж, мы рекомендуем нашей героине не совсем привычное, но очень эффективное и нежное средство в формате пудры. Пудра состоит из натуральных компонентов, которые мягко очищают поры и выполняют роль легкого пилинга, не вызывая раздражения даже у самой чувствительной кожи. После использования кожа выравнивается, становится мягкой, приятной на ощупь, а поры стягиваются. Во время беременности и кормления в организме женщины происходят определенные изменения, которые не всегда положительно могут сказаться на внешнем виде. Поэтому Юлией и другим молодым мамам мы рекомендуем найти время и посетить профессионального косметолога. Каждой молодой маме требуется много сил и энергии. И несмотря на большое количество дел, в такой радостный период хочется всегда выглядеть хорошо. В этом нам помогут профессиональные комплексные уходы. Процедуры, когда на кожу поэтапно наносят средства разного действия, глубокого очищения, питания, увлажнения или омоложения. Это даст улучшение внешнего вида кожи, ее качества, цвета, повышение ее тонуса. Также такие программы позволят удалить возникшие темные пятна после беременности. Они очень эффективны и безопасны, в том числе для беременных женщин и кормящих мам. Отдохнуть душой и телом, восстановить силы помогут различные СПА-программы. Это могут быть различные виды массажей. Мануальный массаж камнями, травяными мешочками, самурайский массаж бамбуковыми вениками, а также глубоко расслабляющий массаж в хамане. И еще один вид массажа, который даст возможность молодой маме улучшить состояние лица и тела. Эндермо-массаж на аппарате. Наши мастера разглядели в нашей героине роковую женщину. Самое интригующее. Понравился ли этот образ самой Юли? Пора это узнать. Юль, ты сейчас откроешь глаза и, честное слово, будешь в легком шоке. Ну, прежде чем ты откроешь глаза, ты должна нам озвучить свои предположения. Это очень сложно. Ну, хотя бы примерно. Представьте, если это представим. Возможно, короткая стрижка. Возможно, необычный цвет волос. Зелененький. Оранжевый. Ну, готова ко всему, да? Да. Ну, круто. А теперь открывай глаза. О, Боже. О, Господи, что вы со мной сделаете? Такого образа я даже представить себе не могла. Очень красиво. А вот ты для нас вот именно такая. Мы как по фотографиям. Ты хотела перемен. Да. Получи. Боюсь, что и перемены в жизни могут наступить. Любить таким цветом. Придется. Новый ребенок. Ну, там все сразу. Это супер. Ну, тебе правда нравится? Потому что рискованный цвет, согласись. Очень. Ну, мне кажется, ты сможешь его носить. Правда, Ася? Да, мы все решили там, что ты внутренне. Девогласно. Вот прямо тебе хочется чего-то яркого. Девочки, вы не просто таванки, вы мастера, вы мастера от Бога. Спасибо. Говорите. Говорите. Это правда. Спасибо. Спасибо вам большое. Профессиональная интуиция не подвела. Новый образ, созданный командой до и после, определенно пришелся по вкусу нашей героини. Завершающий этап программы – фотосессия. Алексей Зубарев. Фотограф проекта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня мы подводим очередной итог нашего конкурса. И в этом месяце самое эффектное преображение у Екатерины Налавардиной. Программа с ее участием – лидер по количеству просмотров на нашем сайте за ноябрь. И сегодня Екатерина у нас в гостях. Кать, привет. Привет. Как дела? После проекта как жизнь? Хорошо. Все отлично. Все понравилось. Ну, здорово. Также сегодня у нас в гостях Дарья Миткинова. Это директор магазина корейской косметики Миша. Даша, вам слово. Здравствуйте. Поздравляю вас. Очень рада вручить вам наш приз в нашу косметику. Спасибо. Ура. И еще немного о конкурсе. От наших постоянных телезрителей поступило предложение подсчитывать количество голосов программы каждую неделю. То есть в понедельник программа появилась на сайте, а в следующий понедельник подведен итог. Общий же итог конкурса будет подводиться, как обычно, в конце каждого месяца. Большое вам спасибо, наши дорогие телезрители, за ваше внимание к нашему проекту и за конструктивные предложения. Своими идеями, комментариями, впечатлениями вы можете делиться на нашем форуме, на сайте телерадиокомпании «Арикус», а также на наших страничках ВКонтакте и в Инстаграме. На этом у меня все. Всего доброго. Пока-пока. Продолжение следует... Любите себя и будьте счастливы! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Совершите покупку в торговом доме в Верхнеудинск и получите до 50 тысяч рублей в подарок. Подробности акции на месте продаж в Верхнеудинск, улица Бабушкина, 12. Сроки акции с 16 ноября по 14 декабря. Косметологические центры «Гармония» — это многолетний опыт работы в эстетической медицине. Это профессиональный уход за лицом и телом, услуги ногтевого сервиса и стилиста. Комплексные программы «СПА-отдыха». «Гармония» — исполнение красивых желаний. «Гармония» — исполнение красивых желаний. «Гармония» — исполнение красивых желаний.